Доброго времени суток! Меня зовут Сергей Чироков и в этом видео я вам покажу некоторые нюансы, связанные с обновлениями операционной системы Windows. Я зашел в центр обновления Windows. Как я сюда зашел? Показываю два варианта. Показываю два варианта. Вариант первый. Допустим, справа внизу стрелочку нажимаете, нажимаете «Доступное обновление», откроется это же окошко. Вариант другой. Открываете «Пуск», «Панель управления», «Система и безопасность», «Центр обновления Windows». Жмете, откроется то же самое. Дальше. Что вам важно знать при установке обновлений? Выбираете «Важное обновление». Вот у меня сейчас два обновления доступны. Здесь есть некоторый нюанс. Все обновления устанавливать не надо. Не надо устанавливать конкретное обновление вот это. КБ971033. Что это за обновление? Кликайте на него. С правой стороны написано «Это обновление для технологии активации Windows. Обнаруживает эксплойты в механизме активации и несанкционированное изменение основных системных файлов Windows». Эти эксплойты пытаются пойти обычную процедуру активации Windows и иногда входят в состав нелицензионных копий Windows. Что это означает? Если у вас винда не была приобретенная за деньги, то есть без лицензионного ключа, то вам это обновление устанавливать категорически не стоит. Что произойдет плохого, если вы все-таки установили это обновление? У вас будет просто панический шок, потому что в интернет вы выйти не сможете ни с какого браузера. У вас не будет работать ни Opera, ни Mozilla, ни Google Chrome, ничего. Как решить данную проблему смотрите в следующем видео. Там проблема решается за несколько секунд, поэтому проблем с этим тоже не возникнет. Как устанавливать обновление? Кликайте на нужное вам обновление, либо все, только единственную галочку снимите с этого обновления, и нажмите кнопочку «Ок». И нажимаете кнопочку «Установить обновление». Обновление, конечно, устанавливать обязательно, потому что много дыр в самой операционной системе. Это все-таки сложное программное обеспечение. Поэтому обновления важны для вашей же безопасности. Итак, с вами был Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за следующим видео. В следующем видео я вам покажу способ избавления от проблемы ненужного обновления. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok